Всем привет, меня зовут Илья, и в этом видео мы сегодня с вами научимся играть крутейший слэповый басовый риф группы Red Hot Chili Peppers самого первого альбома 1984 года, Red Hot Chili Peppers. Песня называется Get Up and Jump. Известная песня, которая, на мой взгляд, прошла проверку времени за счет того, что... За счет яркого басового рифа, за счет интересного звучания. Flee потратил много времени на то, чтобы придумать тут басовую партию. Она получилась интересной, фанковой, синкопированной и с переходом от пальцевой техники к слэпу. И сегодня мы с вами ее выучим, посмотрим основные нюансы, разберем, как ее играть. Так что давайте же начинать поскорей. Мы справимся. Субтитры сделал DimaTorzok Начнем с первого вступительного рифа. Здесь Flee обыгрывает аккорд до диез мажор. Используя основную ноту до диез на четвертом ладу третьей струны. И также используя до диез за двенадцатым ладом на актуал выше. Это у нас основная нота до диез в первом рифе. Далее мы определим пульсацию песни. А здесь у нас пульсация с шестнадцатыми нотами фанковой. И мы делим долю на четыре. Раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два. Вот таким вот образом. Это нам нужно обязательно для того, чтобы ровно играть синкопы шестнадцатыми нотами. Они здесь есть и партия синкопирована. И без представления и внутреннего пульса шестнадцатыми сыграть ее ровно будет довольно проблематично. На уровне каких-то только интуиции, если только. И как бы тут получится как повезет. Поэтому у нас это не устраивает. Нам надо точно знать. Значит, шестнадцатые ноты для того, чтобы ровно сыграть эти синкопы. Давайте посмотрим, что же здесь Flee играет. Как же он обыгрывает замечательный аккорд до диез. Здесь у нас два проведения риффа. Они немножко отличаются. Я сыграю медленно, а вы посмотрите. Вот таким вот образом. Два проведения немножечко отличаются. Во втором больше нот. И во втором проведении у нас также играется первая ми. На седьмом ладу уже стакката. То есть она коротенько играется. Далее у нас идет основной слэповый рифф. Изюминка этой песни. Здесь мы переходим с обычной пальцевой техники на слэповую. Это, наверное, такой самый сложный момент в этой песне. Именно переход с пальцевой техники на слэповую. Но мы сейчас об этом еще поговорим. Значит, переходим на другую технику. И также меняется тональность. Мы приходим в тональность Си бемой мажор. И обыгрываем параллельный минор Соль минор здесь. То есть такое двойное изменение. Мощное, такое кардинальное. И тональность техника, что придает звучание такое интересное. Эта песня своеобразная, не похожая на многие. В общем, интересный ход. Давайте я вам покажу, как играется этот рифф в медленном темпе. Как бы под микроскопом. Здесь опять же нота Соль. Берем ее. Третий лад. Пятая струна. Извлекаем октаву. И, соответственно, все это сопровождается шлепками слэповыми. Шестнадцатыми нотами мертвыми по четвертой струне. Смотрите, как это выглядит. Вот таким вот образом. Обратите внимание обязательно на большой палец левой руки. Когда я начинаю извлекать ноты на первой и второй струне. Я делаю движение большого пальца в сторону четвертой струны. Тем самым делаю звучание более чистым. Как бы исключаю какие-то призвуки. Исключаю фон. Завод струны толстый. То есть вот этот такой элемент контроля, элемент техники очень важный. Если за этим не следить, то будет очень много гула. И будет звучать грязно. Поэтому здесь делаем такое движение. Такой замок в сторону четвертой струны. Стоит на это обращать внимание. И также перед каждым новым проведением мы играем за такт. Вот таким образом. Здесь не играется хаммер, а играется просто шестнадцатый за такт. И приходим в долю. Через открытую ми. Вот таким вот образом. Давайте же посмотрим в медленном темпе второй вариант основного рифа. И еще раз обратим внимание на основные моменты. Вот таким вот образом. Обратите внимание, играется в конце у нас хаммер. Этот риф даже он медленно звучит не хуже. У него есть какая-то аура медитативная. То есть просто берете, включаете, например, метроном. В медленном темпе. Ну, допустим, у меня вот 78 стоит темп. Вот берем 78 и прям медленно разыгрываем. Слушаем метроном. Пульсацию включаем шестнадцатыми. Раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два. Поймали в голове. Все, внутренний пульс. И поехали. Даже довольно быстро. Можно даже медленнее поставить. Это очень быстро. Вообще-то, керифы можно вообще брать, например, даже вот 61. Давайте попробуем. 61 темп. Опять же, настраиваемся. Новая пульсация у нас. Раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два. С шестнадцатым привыкли. И пробуем. Три. Четыре. Отличный риф. Отличная медитация. И когда мы играем вот 61 темп сейчас было, вот я сейчас медленно сыграл, прям можно поработать над каждым звуком. То есть, можно в каждый звук вложиться энергию, то есть, добиться качественного звучания каждой ноты. Очень классный, очень медитативный, крутой риф. И даже в медленном темпе, вот я получаю удовольствие от игры в медленном темпе этого рифа. В общем, пробуйте сами, я думаю, что у вас все получится. Скажу также пару слов о переходе между техниками от пальцевых к слеповой. Это, пожалуй, самый сложный момент в этой песне, один из самых сложных. И здесь придется по-любому потренироваться и уделить это внимание, особенно если вы новичок. И даже если вы не новичок, тоже от этого никуда не деться. В общем, у нас вступительный риф был, заканчивался он у нас вот до диезом, 16-ми нотами. И я лично, я здесь упрощаю себе задачу, я делаю слайд, вот таким вот образом. А на этом сегодня все, дорогие друзья. Мы сегодня с вами разобрали классный слэповый риф в стиле фли. Я надеюсь, что вы получите удовольствие от игры этого произведения. Зарядитесь энергетикой. Лично для меня, мне представляется вообще этот риф довольно энергетическим, таким позитивным. Когда играешь, прям поднимается настроение, такой активный, исконно Red Hot Chili Peppersкий слэп такой в стиле фли. В общем, классная партия, я надеюсь, что было полезно и интересно. В общем, спасибо за просмотр, что потратили время. Не забывайте по всем традициям подписываться, ставить лайки, оставлять комментарии, какие-то предложения по разборам. Почитаю по возможности. Не забывайте также подписываться на мою бусте, там будет нотное приложение по традиции к этому видео. Будут также барабанные минуса, чтобы потренироваться. Там в быстром темпе будет и помедленнее темп, тоже ударный, чтобы для новичков, например, поиграть под барабаны. Это триф. В общем, все как обычно. В общем, спасибо еще раз за просмотр. Всем любовь и доброта. Всем пока.